Телеканал КРТ представляет Принцем Мухаммедом бин Салманом Одобрил планы Эр-Риада По увеличению добычи нефти Однако попросил Чтобы падение цен Не повредило американским производителям Согласно источникам политиков В Белом доме Трамп призвал саудитов Сохранить цены на нефть жизнеспособными Чтобы бурильщики в США Остались при делах Ну а дальше произошло Как в прекрасном позднесоветском анекдоте Про ядерные испытания Дело в том, что подписав договор С Соединенными Штатами Об ограничении мощности Подземных ядерных взрывов Рамками от 2 до 150 кт И в соответствии с требованием Публичности Советский Союз каждое такое испытание Сопровождал сообщение в новостях Проведено подземное испытание Ядерного оружия Мощностью от 2 до 150 кт После такого вступления Оправданного давностью лет Привожу сам анекдот Американец спрашивает у русского А что значит от 2 до 150 кт А русский ему и отвечает Дело в том, что мы планировали 2 кт А оно как? Долбанет? Примерно то же самое произошло с саудитами Долбануло по самое не могу И то, что саудовская АРАПЛАЙТ, российская УРАЛС и техасская ВИТИАЙ упали до минимума в 1999 году Это еще не самое дно Как свидетельствуют сайты с котировками американской нефти Цена на серосодержащую Вайоминг Асфальт Сёр Падала до минус 19 центов за баррель То есть платил не покупатель, а продавец Чтобы освободить хранилище На момент подготовки выпуска международной панорамы Котировки этой марки колебались ниже 1 доллара за баррель Разумеется, буквально с первых дней нефтяной войны Все пошло не по плану у обеих главных зачинщиков Москвы и Эр-Риада Но именно это самое не по плану Вкупе с декларируемой готовностью обеих сторон идти до конца Не вызвало ни малейшего желания у остальных субъектов И объектов нефтяной войны Стать свидетелями этого самого конца Тем более, что рейтинговое агентство Мудис Предательски дало понять, что у России больше шансов выиграть ценовую войну Нежели у Саудовской Аравии Как гласит американская пословица Все становятся миротворцами, когда у них заканчиваются патроны И как мы и прогнозировали в предыдущем выпуске международной панорамы Лично Дональд Федорович выступил в качестве посредника Спасающего нефть По его словам, от безумия Москвы и Эр-Риада 31 марта президент Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме Что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть Для поддержки своей нефтяной промышленности Цитата При этом Трамп отметил, что провел хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салман В целом же необходимо отметить, что Белый дом и Кремль последние дни обменивались некими сигналами Которые мы, судя по всему, сможем полностью осмыслить не ранее ожидаемого прекращения нефтяной войны Так Дональд Трамп сделал важный для Кремля исторический реверанс, напомнив о том, что во Второй мировой войне Соединенные Штаты и Советский Союз были союзниками Правда, при этом он вдвое преувеличил потери СССР в этой войне Также Дональд Трамп в понедельник 30 марта заявил, что Соединенные Штаты получили помощь от других стран для борьбы с коронавирусом Цитата Однако, если перевести восхищенный взгляд с Трампа на Балтийское море, то там, похоже, разыгрывается типично русская драма «А Васька слушает доест» 31 марта на маршрут Балтийского газопровода «Северный поток-2» вышел нидерландский камнеукладчик, отрабатывающий скромный контракт в 250 миллионов евро А тем временем, одиноко идущий в Балтийское море вокруг Африки трубоукладчик-академик Черский нагоняет сторожевой корабль Ярослав Мудрый К глубокому сожалению украинских патриотов под этим названием ходит не украинский, а российский сторожевик Субтитры создавал DimaTorzok